Утро 16 января. Улица Партизанская, 70-Б. Ни в одной из квартир нам не открыли двери. Накануне жильцов экстренно эвакуировали после их обращения за помощью. Люди заметили в здании новые трещины. Информация о происшествии поступила в диспетчерскую службу администрации центрального района 15 января. В здании два подъезда и два этажа. Всего 12 квартир. Ранее жилье аварийным не признавали. Дом построили в 1957 году. За это время в нем накопились проблемы. Вечером на адрес жилого дома выехали специалисты администрации. Эксперты зафиксировали трещины снаружи на кирпичной кладке внутренней стены и другие недостатки. И в доме ввели режим повышенной готовности. Жильцам настоятельно рекомендовали покинуть здание во избежание риска и переночевать в пункте временного размещения на базе первой школы. Известно, что всего в доме 16 жильцов. Пункт был развернут на 40 мест предварительно. По состоянию на 23 часа вчерашнего дня заселение не произошло. Комната до сих пор существует, жилое помещение оборудовано. Мы ожидаем жильцов. Но по предварительной информации все жильцы отказались для переезда в пункт временного размещения. То есть разместились у родственников. Сегодня утром власти провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧАЭС. На нем обсудили техническое состояние двухэтажки. Сегодняшний день начинается обследование данного здания специализированной организации для того, чтобы принять окончательное решение. Или проводить капитальный ремонт данного здания, или готовить его под снос. Данное заключение должно поступить в течение трех дней, после которого будет принято окончательное решение. Добавим, что ускорить ухудшение состояния могло максимально близкое к двухэтажке строительство нового дома. Если это здание признают аварийным и подлежащим сносу, людей расселят в рамках муниципальной программы «Барнаул – комфортный город» на 2015-2030 годы. А пока в администрации определяют график посещения дома жильцами, чтобы люди смогли забрать домашних животных, технику, необходимую мебель. Их безопасность в это время будут обеспечивать спасатели. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.